МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ежегодно 9 августа отмечается Международный день коренных народов мира. Для Якутии это особый праздник. Коренные народы глубоко корнями связаны со своей землей. Они ее хранители, тонко чувствующие и понимающие родную землю. В городе Якутске в этот день в 11-й раз прошел национальный обрядовый праздник коренных народов севера Качеви. В нашей республике коренными малочисленными народами являются Эвены, Эвенки, Чукчи, Юкагиры, Долгани и русские арктические старожилы. Во-первых, мы получили как бы международную поддержку, что мы не одни, что проблемы у нас в принципе большие. Ну а ООН почему пришло к этому? Потому что с 47-го года коренные народы американского континента, они выступали за свои права. Они на самом деле были очень унижены, насколько я сейчас понимаю. Поэтому вот то, что добились таких прав, это очень значительно. Я думаю, для нас это было важно, что наконец-то стали решаться в те времена вопросы экономического характера, вопросы социального характера. Ну а язык, культура, они всегда стояли на повестке дня. И тут не беда самих аборигенов. Это общая глобальная тенденция, когда человечество унифицируется. И на международной арене, когда границы все открыты, надо говорить только на нескольких общепринятых языках. Поэтому по неволе приходится вот так. А вот те, кто знает, те, кто говорят, те, кто хотят учить. У нас сейчас молодые начали говорить. У нас актив молодой появился. Я думаю, они будут продолжателем. Я желаю им большого успеха. И думаю, они достойно продолжат дела всех тех наших сотрудничей, которые эти 35 лет стояли у истоков отстаивания своих прав, своей этничности. Праздник начался с ритуально театрализованного действия нити жизни. Коренные народы Севера считали, что все живое и неживое во Вселенной неразрывно связано единым началом и духом, нитями жизни. Которые переплетены между собой традициями и заветами. Участники фольклорных коллективов, держа в руках символические нити, создали спираль бесконечности. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В общий большой костер мира и дружбы, который зажигает старейшина эвенкийского народа Исаков Валентин Гаврилевич. Всем вам, мои дорогие сородичи, люди севера, живущие на этой благословенной нашей республике, пусть оберегают наши боги всех вас. И пусть мы будем счастливы, здоровы, чтобы у нас было все для будущего нашего поколения. Желаю вам, чтобы ваши дети были здоровые, девушки красивые, юноши сильные и ловкие, как их предки. И пусть наши дети продолжат наши деяния в будущем. Счастья вам, здоровья вам всем! Счастья вам, здоровья! Давайте добавим на наш костер, костер дружбы коренных народов севера. Под мы лучи и пусть наш костер станет все больше горячим, все больше, чтобы светило нам всегда, чтобы мы, северные народы, не только помогали друг другу теплом своего очага. Чтобы мы, северные народы, помогали друг другу едой, теплой одеждой. И мы всегда в самые трудные дни помогали всегда друг другу. Да здравствует День коренных молодчисленных народов мира! Ура! 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон» «Во имя мира! Во имя жизни! Во имя Солнца! Во имя Солнца!» Тема Дня коренных народов мира 2023 года – это коренные народы, человеческое здоровье, планетарное и территориальное здоровье и изменение климата, правовой подход. В 2020 году был принят указ президента нашей страны Владимира Владимировича Путина о стратегическом развитии Арктической зоны Российской Федерации. Такой же стратегический указ у нас есть в республике Сахая-Путия. Мы наконец-то сегодня дождались, коллеги, друзья, принятия закона о северном завозе. Этот закон для нас, для якутян, очень важен, потому что половина всего объема северного завоза страны – это в основном республика Сахая-Путия. И правительство республики для принятия этого закона сделало все возможное. И можно сказать, мы были инициаторами, вот начиная с 90-х годов, тогдашнее руководство республики во главе с нашим уважаемым Михаилом Николаевым. Ну и последующие руководители республики ставили этот вопрос. Вот и сегодня мы наконец-то дождались, что этот закон вышел, и начиная с 1 апреля 2024 года, этот закон вступит в действие. И я надеюсь, что для нас, для северян, для жителей арктической зоны республики, этот закон даст большой толчок в дальнейшем развитии нашей республики. Аплодисменты Мы все будем счастливы и всегда будем благодарить жизни нашу родную республику. В рамках кочевья также прошли праздничный концерт, дефиле национальных шапок народов Севера, мастер-классы по народному прикладному искусству мастеров коренных малочисленных народов Севера, благотворительная акция плетения маскировочных сетей для бойцов специальной военной операции, фестиваль круговых танцев, игровая и танцевальная программы, подведены итоги второго дистанционного республиканского конкурса «Дыхание Севера». С большим воодушевлением и радостью отмечали праздник нашей сородичей. Николай Ягловский приехал из села Андрюшкино. По национальности он юкагир. Но свободно говорить на всех языках, с легкостью переходя с чукотского на юкагирский, свободно владеет овенским языком. Это феномен именно той полиязычной среды, в которой живут представители северных народов в Арктике. Народный праздник всенародный, всенародный, всемирный, он очень даже кстати, потому что нам, в Арктике нам очень, вот, когда-то надо где-то вместе собираться, вот, и поговорить о том, у нас тут общая тема есть у всех народных этносов. Поэтому хорошо, что вот такой день есть, где мы можем общаться и поговорить о своих проблемах, и друг другу делиться в чем-то, чтобы время было. Ну, в общем-то, настроение хорошее, праздничное. Особенно радует, что на празднике было много молодежи, и они были не только зрителями, но и активно вовлеченными участниками мероприятия. С гордостью они представляли свои народы, языки и культуру. Несомненно, это результат многолетней работы, проводимой нашими активистами и общественностью. Здорово, что есть такой день, потому что именно в эти дни мы понимаем, что как много нас и какое соцветие культуры есть. 9 августа, мне кажется, вот сейчас, то, что у нас сейчас будет, это у нас приехали несколько народов, вот, и каждый сейчас покажет то, что, ну, они знают, они покажут свою культуру. И мне кажется, это будет очень хорошим объединением для всех народов, вот, которые сегодня приехали. Для молодежи, для вас этот праздник что обозначает? Это обозначает, знаете, вспомнить традиции свои, вот, ну и познакомиться с новыми традициями. Мне кажется, что для молодежи это вот самое главное сейчас. Всегда нужны такие праздники, потому что собираются все народы севера и знакомиться со всеми. А свой язык у вас родной какой? Родной язык югогирский. Каждый год организаторы вносят новые элементы в праздновании кочевья. В этом году проводился конкурс национальных шапок. Авун – шапка северных народов. Очень функциональная, легкая, теплая и красивая. Почти все модели шапок скроены по одной форме капора. Такую шапку одевается в основном, в больших праздниках одевается, в Дню оленевода. Да, еще я представила в этом. Это эвенская шапка, реконструкция эвенского костюма ханей, изготовленная из шкуры оленя, декоративная вышивка из мулины и бисера, оторочен мехом горного сурка и ручная работа. Еще я представила в этой выставке костюмы с шапкой. Еще вот эта ретро, эта шапка шита в 50-е годы, послевоенные годы. И я сохранила, вот мама моя шила. И эта шапка очень практичная, потому что она одевается и весной, и осенью. Для пастухов очень подходит, потому что вот из лапок, это оленево, олененка, олененка. Поэтому это очень прочная, и вот 50-е годы шито, и до сих пор вот сохранено. Капор женский, кожа, мех, бисер, шитье, аппликация, вышивка. Шип из ровдуги, пропитанный дымом. Макушка капора обрамлена полосками из красной жанры. Капор по кругу украшен бисерными линиями. Шапка с лицевой и затылочной стороны, а торчины метро, карпагана, ремешки из ровдуги. Шапку шила, эбенский шапку женскую, материал, кожа, мек, сухожилия, нитка, шито, и побричные нитки, бисер, да. Шитье, аппликация, вышивка, шит из ровдуги. Макушка капора обрамлена полосками из красной замши. Капор по кругу украшен рядами херяча и бисерными линиями. Один-два ряда. Шапка лицевой и затылочной стороны, а торчин мехом тарпагана, ремешки из ровдуги. Шапка ласка Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok